Наши утра! Это что значит правильно? Сегодня будет лучший день на ОНТ 27 марта и профессиональный праздник сегодня отмечают врачи-нефрологи. Это те самые медики, которые отвечают за здоровье наших почек. Один из важнейших органов в организме. Наши специалисты научились эффективно лечить, а если и надо, то и менять. И теперь, да, после пересадки почки люди живут десятилетиями. И приживаются? Конечно. Ничего себе! А вот в начале апреля исполнится 15 лет с момента первой в Беларуси пересадки почки ребенку. Сейчас такие трансплантации проходят регулярно. Ну что, обсудим эту тему в подробностях сегодня. Успехи наших нефрологов этого точно заслуживают. Да и про почки, которые распускаются на деревьях, тоже мы не забудем. Весеннего всем настроения в начале дня желаем всем-всем-всем, кто с нами. Герман Титов, Катерина Лисеевич, мы начинаем! Звезды советуют ОВНам не забывать о времени для отдыха и развлечений. Постарайтесь сегодня найти разные варианты, которые помогут вам уравновесить деловые обязанности и заботу о себе. Тельцы. Неверные выводы могут стать причиной поступков, о которых вы потом пожалеете. Попробуйте принимать решения в спокойном состоянии, а не под влиянием эмоций. Близнецы. Не отказывайтесь от возможности заняться саморазвитием. Этот день подходит для изучения интересных областей знаний. Постарайтесь найти увлечения, которые подарят вам радость. У раков смена имиджа окажется весьма удачной. Внешние изменения подарят вам хорошее настроение на несколько дней вперед. Сохраняйте позитив. День будет благоприятным для того, чтобы львы начали ремонт в своем доме. Звезды советуют вам тщательно продумать дизайн для создания комфорта и уюта. Девы. Если вас станут одолевать сомнения, то попробуйте прислушаться к внутреннему голосу. Сегодня вы способны сделать верный выбор в спорной ситуации. Весы. Если вы готовы продолжать романтические отношения, то вам следует определиться со своими чувствами или попрощаться с человеком, который был частью вашей жизни. Звезды советуют скорпионам почаще напоминать себе о том, что все хорошо. Чем раньше вы вернете оптимистичный настрой, тем больше полезного сделаете. Вопросы, касающиеся денег, потребуют от стрельцов особой осторожности. Перед заключением сделки убедитесь в том, что она действительно принесет вам выгоду. Сегодня у козерогов довольно напряженный день. Кроме того, вы склонны сгущать краски и мучить себя тревожными предчувствиями, из-за которых у вас могут возникнуть проблемы в отношениях с партнером. Водолеев ждет много сюрпризов, и далеко не все из них окажутся приятными. Возможно, вам придется отказаться от принятых ранее решений и перенести некоторые встречи. Обстоятельства потребуют от рыб в проявлении силы и уверенности. Сегодня у вас появится шанс представить руководству свои идеи, и только от ваших аргументов будет зависеть реализация замысла. Последняя неделя марта весну уже не остановить. Солнце светит, греет, птички поют, девушки раздеваются. Почки набухают, надо было еще сказать. Почки болят. Бывает, что и болят. Кстати, мало кто знает, что в природе настоящие первоцветы – это деревья. Именно они зацветают первыми. За ними травы, а лишь только потом цветы оказываются. Познакомим вас с представителями флоры, которые первыми в Беларуси откликаются на зов этой самой весны. Из деревьев первой зацветает ольха. Весной на ней появляются соцветия – сережки. Летом они сменяются шишками. Ольху используют в медицине. На основе коры и листьев изготавливают отвары и настойки. Они оказывают кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное воздействие. Орешник, как называют в народе лещину обыкновенную, может поспорить с ольхой за верхнюю строчку в списке первоцветов. Его цветение сложно не заметить. Куст покрывается длинными желтыми сережками и ярко-розовыми почками. Начало процесса зависит от погодных условий. Температурное требование – 12 градусов тепла в дневное время. Осина зацветает вслед за ольхой и лещиной. Впервые это происходит в 10-летнем возрасте. Она цветет маленькими, неброскими, собранными в группы сережками. Интересно, что дерево может достигнуть высоты в 35 метров, а это сравнимо с высотой 10-этажного дома. Лиственница – единственное хвойное растение, которое не является вечно зеленым. Дерево называют таежной розой. Ранней весной на нем распускаются розовые колоски, которые после опыления превращаются в шишки. Лиственница цветет раз в 2 или 3 года. Период непродолжительный – всего 5-10 дней. Ива – символ доброты, здоровья и благополучия. Цветущие ветки этого дерева, как правило, собирают на вербное воскресенье. Ивы отличаются отменной живучестью. Ветка, воткнутая в землю, имеет все шансы дать корни и прорасти, превратившись в самостоятельное дерево. Новость такая хорошая. До апреля меньше недели. Ну так себе. Новость, конечно, скорее факт. Погода в эти дни, что еще приятнее, соответствует с календарем. Да, чем же еще успеет порадовать нас март месяц? Знает один человек. И вы его знаете. Дмитрий Рябов в студии. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые друзья. До начала апреля осталось совсем чуть-чуть, а погода ожидается уже апрельская, а выходные даже майская. Потому что средняя температура воздуха прогнозируется на 5-6 градусов выше климатической нормы. Ожидается теплая, комфортная погода. И будет очень много солнца, а в дождей будет совсем мало. Сегодня в нашей стране ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, умеренный. А температура воздуха в разгар дня ожидается плюс 10, плюс 15 градусов. Далее еще будет теплее. Более подробно расскажу прямо сейчас. Итак, в четверг погодные условия будут определять область высокого атмосферного давления. Поэтому ожидается переменная облачность. Лишь только днем по юго-западу возможны небольшие кратковременные дожди. Под утро слабые туманы и видимость до километра. Ветер южный, умеренный, днем временами порывистый. А температура воздуха в ночные и утренние часы от нуля до плюс 7 градусов, днем прогнозируется плюс 11, плюс 17. А вот в пятницу на этой неделе ожидается самый ненастный день. Атмосферные процессы будет управлять активный атмосферный фронт, который будет смещаться с юго-запада на северо-восток. Ожидается увеличение облачности. В большинстве регионов прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Днем возможны даже уже и грозы. Под утро слабые туманы и видимость до километра. Температура воздуха в ночные и утренние часы плюс 4, плюс 9. Днем ожидается от плюс 9 по востоку до плюс 15 градусов по западу нашей страны. Ну а в последние выходные марта ожидается очень теплая, спокойная, комфортная погода. Прогнозируется переменная облачность без осадков. В утренние часы слабые туманы и видимость до километра. Температура воздуха в утренние часы плюс 3, плюс 8 градусов. Ну а днем в субботу ожидается плюс 14, плюс 19. В воскресенье еще теплее, плюс 17, 22 градуса. Такая же теплая погода сохранится и в начале следующей недели. И предварительно похолодает опять только ближе к среде. Вот такой замечательный прогноз, по-моему, шикарный просто. Ой, Дима, прям как солнышко полоскали нас своим прогнозом. Нет. Я хочу дождей, снега, метель. Мы тебе обязательно устроим. Мы запишем все твои пожелания, Герман. Special for you будет в лету. Хорошо, я согласна. Продолжаем. Первое заседание нового состава Всебелорусского народного собрания состоится 24 и 25 апреля. Подготовка в активной фазе. Сейчас проходит выдвижение кандидатов, делегаты. А кто и как может войти в их число, расскажет заместитель директора научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка. Генпрокуратура Артем Пухов. Доброе утро. Доброе утро. Делегатами Всебелорусского народного собрания могут быть граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным правом. Граждане Республики Беларусь обладают избирательным правом с момента достижения 18-летнего возраста. Кроме того, существует определенное ограничение избирательного права. Так, в частности, избирательным правом не обладают лица, признанные судом недееспособными, а также находящиеся по приговору суда в местах лишения свободы. Кроме того, делегаты Всебелорусского народного собрания не могут иметь гражданство или подданство иностранного государства, а также иметь документы иностранных государств, предоставляющие льготы и преимущества. Важное, важное. Спасибо, да. Спасибо, Артем, за информацию. В день нефролога приятно отмечать успехи наших медиков в этой сфере. Их профессиональный уровень высоко ценят во всем мире. Уникальным опытом наши специалисты делятся с коллегами из России, Азербайджана, Кыргызстана, Молдовы и других стран. 220 спасенных маленьких жизней – это лишь один из результатов работы Центра детской нефрологии и заместительной почечной терапии. Мы еще вернемся к теме лечения почек, а пока в продолжении темы здоровья уже знакомый вам проект. Растут конечности и меняется внешность? Да, такое может происходить из-за акромегалии. Это редкое генетическое заболевание, при котором в организме происходит чрезмерная выработка гормона, вызывающего укропнения и увеличения отдельных частей тела. Из-за чего такое происходит и насколько опасна акромегалия? Сейчас все расскажу. Только сразу кажется, что эта проблема лишь визуальная, но на деле увеличение гормона роста в организме грозит человеку массой проблем. Чаще всего болезнь развивается у женщин и мужчин от 40 до 60 лет, но есть и исключения. На экране здоровая рука. Ну а здесь рука человека с акромегалией. А из-за чего может развиваться акромегалия? Основной причиной развития акромегалия является опухоль гипофиза. Гипофиз называют главной эндокринной железой, потому что, несмотря на свои небольшие размеры, объемом около горошины, он регулирует выработку гормонов железными внутренней секреции. Опухоль гипофиза называется соматотропинома и проявляется тем, что происходит хроническое избыточное поступление выработка гормона роста, соматотропного гормона. В результате на периферии в печени вырабатывается избыточное количество инсулин-подобного фактора роста, что и обуславливает проявление симптомов акромегалии. Первые признаки болезни обычно никак не дают о себе знать. Это может быть обыкновенная головная боль или отечность лица. Но позже больной может почувствовать снижение остроты зрения, постоянную сонливость, неприятный запах тела, повышенное потоотделение во время сна, охриплость голоса, храп и даже ухудшение памяти. А какое лечение назначают в этом случае? Основными методами лечения акромегалии являются хирургический, медикаментозный и лучевой. Если это микроаденома гипофиза, излечение наступает в 80-90% случаев. Если же это все-таки большая аденома, больше 2 см, к сожалению, 50% случаев хирургического лечения дает ремиссию. Основным преимуществом хирургического лечения является быстрое наступление эффекта. При неэффективности хирургического лечения мы используем лучевую терапию. На начальном этапе болезни увеличенные органы работают в прежнем состоянии. Потом происходит изменение в работе сердца, печени, легких, почек и надпочечников. Поэтому при появлении необычных симптомов важно сразу обратиться к врачу и провести обследование. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ. Красивый браслет сниться к хорошим новостям или неожиданной прибыли. Сон, в котором браслет был серебряным, говорит о том, что вы получите заслуженную награду или повышение на работе. Приснившийся кожаный браслет указывает на ваше непостоянство, прислушивайтесь к внутреннему голосу. Потеря браслета во сне предвещает суматоху в жизни, которая временно нарушит ваш привычный уклад. Но каким бы ни был ваш сон, главное – не проспите утро. Это «Наше утро» и сегодня мы говорим про успех нашей медицины в области лечения почек, потому что сегодня нефрологи всего мира отмечают свой профессиональный праздник. А еще 15 лет назад в Беларуси произошел прорыв в детской нефрологии. Первые пациенты трансплантации почки – 10-летний Руслан Михайлов и 11-летний Стас Ковальчук – были успешно прооперированы во второй детской больнице. Да, вот такая значимая дата. С тех пор, конечно, немало жизней уже было спасено. Как сегодня обстоят дела в почечной трансплантологии, сколько ждает жизненно необходимый орган, все это узнавала Вероника Артемьева. 1970-е. Именно в этом году белорусский академик Николай Савченко выполнил первую в мире операцию по пересадке почки. Событие стало важным толчком к развитию медицины нашей страны, но операции из-за своей сложности еще долго оставались единичными. Например, в 2006 году в Беларуси выполнялось всего лишь 8 операций по пересадке почки. Сегодня же это наиболее частый вид трансплантации. Если мы будем говорить о 2006 и 2019 годах, то количество операций выросло более чем в 60 раз. И, естественно, основную массу операций по трансплантации органов занимают операции по трансплантации почки. И мы находимся на пятом, в зависимости от года, шестом, седьмом месте в мире по количеству подобных операций на миллион населения, по количеству операций по трансплантации почки от умершего дона. В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии проводят до 360 операций по пересадке почки в год. Самому возрастному пациенту, которому выполнили трансплантацию этого органа, было 78 лет. Все операции по трансплантации и последующая терапия для беларусов бесплатны. Иностранцы же готовы платить немалые деньги за то, чтобы выполнить пересадку в Минском центре. Поскольку ежегодно в листе ожидания у нас пациентов, беларусов меньше, чем наши возможности выполнять подобные операции, мы имеем возможность оказывать помощь гражданам других стран, тем самым зарабатывая средства на развитие нашей трансплантации, на стимулирование зарплаты наших специалистов и на продвижение этих технологий и повышение международного авторитета нашей беларусской медицины. В сентябре 2021 года в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии открылся новый современный хирургический корпус. Здесь же отделение трансплантационной нефрологии. Его задача – подготовка пациента перед операцией по пересадке почки, а также решение проблем после трансплантации. Это прежде всего, конечно, обеспечение раннего послеоперационного периода, та ситуация, когда хирурги заканчивают работу, но орган еще не восстановил полностью свою функцию, мы направляем в это отделение, там имеется опыт, там имеются квалифицированные специалисты, которые делают так, что эти органы, которые трансплантируют хирурги-трансплантологи, они начинают работать соответствующим образом и обеспечивать хорошее качество жизни нашим пациентам. Плюс наблюдение пациентов, плюс лечение тех пациентов, у которых возникают те или иные осложнения, даже не осложнения, связанные с патологией почки, тоже проходят лечение в этом центре. Иностранные пациенты, которых мы когда-то оперировали, и которые приезжают к нам как за последние надежды. Средняя продолжительность ожидания трансплантации почки для белоруса – 151 день. Для сравнения, средняя длительность ожидания для гражданина Великобритании на эту сложную высокотехнологичную операцию более 1200 дней. Всем еще раз доброе утро. И вот в эфире, наконец-то, долгожданный короткий психологический сеанс. И вопрос сегодня у нас от Марии из Гродны. Вот так. Муж Марии... Начало хорошее. ...часто жалуется ей на своих друзей. Но вот когда он вместе с друзьями, он им ничего не говорит, что все хорошо, все нормально, молчит. И даже наоборот, он хвалит их, поддерживает. И вот Мария спрашивает, можно ли это назвать двуличием? Или все-таки это норма? Павел, доброе утро, что скажете? Мужу сказать об этом? Доброе утро. Ну, прежде всего, вы не знаете, что он им высказывает, а что нет, потому что время от времени они общаются без вас. И вполне возможно, что при вас их общение немножечко не такое, как без вас. Сейчас, как правило, чисто мужская компания общается слегка не так, как мужская компания с вкраплением женщин. Так что, скорее всего, все он высказывает. Просто, ну, почему бы не поговорить о том, что не все мне в моих друзьях нравится? Я уверен, что и вы ему тоже что-то о своих подругах такое же рассказываете. Это не страшно. Если человек при этом с людьми общается добровольно, если ему там нравится, ну да, иногда нам что-то в наших друзьях не нравится. Мы говорим это в глаза. Вы можете при этом просто не присутствовать. Все нормально, ничего страшного. Мария, заняться нечем, наверное, да? У нее своих друзей нет. Двуличие какое-то. Занимайтесь собой. Павел, у него все хорошо. У него друзья есть, по крайней мере. На которых он сначала жалуется, а потом нет. Ну, ладно. На самом деле, Павел ответил. Достаточно такой дельный совет получился. Если хотите тоже услышать ответ на свой вопрос, пишите ему на нашу электронную почту. Утро собака.ойт.бивай И любите мужей своих. Больше века уже на службе чистоты города. Фотовыставка «История ЖКХ Минска» – это десятки снимков, самый старый из которых датируется Герман началом 20-го века. Какая интересная информация. А тебе не интересно, как город в начале 20-го? Был не менее чистый, я уверена. Мы стали меньше мусорить. Это тоже очень важно. Фото отображают самые яркие периоды работы столичных коммунальных служб. Результаты – ровные дороги, аккуратные здания, благоустроенные дворы. На одной картине есть старые снегоуборочные машины. Я видела то, что старина, то, что раньше было, события какие-то. Показаны субботники еще, посадка растений. Я считаю, что это очень важно, потому что это все-таки история. Жилище-коммунальное хозяйство, оно все-таки история. И у нас на открытии присутствуют представители средних учебных заведений, дети средних школ, которые должны знать свою историю, чтобы в последующем не совершать ошибки, которые, возможно, были совершены предыдущими поколениями. И, кстати, экспозиция передвижная. В течение недели она посетит каждый район столицы. Это наше утро в день нефрологии. Говорим на темы, связанные со здоровьем почек. Есть мнение, что ЛФК, йоги всякие разные, стойка на голове, традиционная березка помогают вернуть на место опущенную почку. Так вот так ли это? И не будет ли это, наоборот, вредно? И правда ли, что при мочекаменной болезни любой спорт противопоказан вовсе? Узнавали наши корреспонденты. Почки выполняют в организме много жизненно важных функций. Это вывод токсинов и шлаков, нормализация давления и непрерывная фильтрация крови. Только представьте, именно этот орган перекачивает по несколько сотен литров крови в день и доставляет ее в чистом виде ко всем остальным органам и тканям. Неспроста почки часто называют вторым сердцем. Однако при сильных нагрузках почки могут выйти из строя. Желательно, чтобы перед тем, как родители решали, что ребенок будет заниматься спортом, пройти углубленный медицинский осмотр по месту жительства и получить сведения полноценные, обширные о состоянии здоровья ребенка. Это позволит выявить риски, с которыми может столкнуться ребенок при занятии профессиональным спортом, потому что нагрузки профессиональные, отличаются от оздоровительных нагрузок. Если же речь идет о любительском спорте, то прошли те времена, когда врачи велелись сидеть на диване при любом диагнозе. Сейчас даже мочекаменную болезнь не считают противопоказанием к занятиям физкультурой. Главное вместе со специалистом определиться, в каком виде и в каком режиме перебор здоровья не добавит. Поднятие, например, тяжести – это тоже фактор риска. Если эти нагрузки будут недозированы, неконтролируемы, превышающие возможности организма ребенка либо взрослого человека, впоследствии можно усугубить состояние. Некоторые считают, что йога, стульчик у стены или же любимая всеми березка способны исцелить от множества недугов. А стойка на голове и вовсе панацея от всех болезней. Но на самом деле осваивать самостоятельно такие упражнения опасно. Есть риск заработать нефроптоз – опущение почки. Если он уже есть у вас в анамнезе, важно понимать, когда спорт не пойдет на пользу. Вторая степень нефроптоза – решается допуск к занятию спорта, тоже индивидуально, в зависимости от диагностики и результатов наблюдения за пациентом. Третья степень нефроптоза – это недопуск к занятию спорта. Описан в приложении к постановлению Министерства здравоохранения о противопоказаниях к занятию спорта. Важно понимать, что при острых стадиях заболеваний почек физические нагрузки противопоказаны. Если же заболевание уже перешло в хроническое, решение о возможности заниматься физкультурой может принять только лечащий врач. За сутки почки фильтруют до 2000 литров крови и очищают ее от токсинов. Ты серьезно? Да. Вот это информация. По поводу дня нефролога у нас в гостях заведующий кафедрой урологии Белорусского государственного медицинского университета доктор медицинских наук профессор Александр Стротский. Ничего, какие у вас в гостях сегодня люди. Наши аплодисменты. Здравствуйте. Позвольте, я начну с такого общего вопроса. Как, вообще, что вызывает, наверное, заболевание почек и какая симптоматика должна насторожить? Ну, различные заболевания вызывают различные причины. И вот эти причины бывают самые банальные. Простуда, переохлаждение, заболевание носоглотки, ангины, падение на улице, на выступающие предметы, на ступеньки, пожалуйста. Все это приводит к заболеванию почек. И какая симптоматика? Вот первая, которая должна насторожить, и ты уже должен задуматься, что нужно идти к врачу, а не заниматься самолечением. Ну, понимаете, наверное, самое тревожное такое, которое действительно заставляет людей обращаться за медицинской помощью, это боли. Боли бывают при заболеваниях почек самые разнообразные. Проявление зависит от характера заболевания. И в данной ситуации можно сказать, что, допустим, если мы говорим об урологических заболеваниях, то, как правило, это боли односторонние. Они бывают при воспалении почки, при мочекаменной болезни, при опухоле почки. А при нефрологических заболеваниях, допустим, гламаролонофрид, чаще всего боли двухсторонние, с обеих сторон. То есть, подождите, болеть у нас сзади, да? Или как, боль где происходит, чтобы мы все понимали? Поясничные области. Поясничные области, правильно? Да, поясничные области, как раз, где нижнее ребро соединяется с позвоночником, это называется реберно-позвоночный угол, вот здесь чаще возникает болезнь. Кажется, что поясница болит. Ну, то есть, да, тут можно перепутать, но тем не менее. Нет, они достаточно типичные, путать сложно. Другие боли, которые возникают в этих местах, допустим, невралгии, различные миологии, они совершенно другие. Что касается наследственности, вот как здесь, вот переходит ли это от родителей к детям? Ну, это все зависит от того, какое заболевание. Наследственность, в принципе, при заболеваниях почек имеет существенное значение. Какие заболевания наследственно передаются почке? Пожалуйста. Опущение почек? Опущение почек, это вообще не заболевание. Подковообразная почка? Вот подковообразная почка, пожалуйста. Вот, гидронефротическая трансформация, пожалуйста. Поликистоз почек, пожалуйста. Дистопия почки, неправильное расположение почек. Вот, нет вопросов. Хорошо, что касается мочекаменной болезни, вот что и провоцирует это заболевание? Ну, мочекаменная болезнь, это болезнь, в принципе, экологии. Вот, если у нас плохая вода, насыщена, перенасыщена солями кальция, если у нас активное солнышко летом с ультрафиолетовым излучением, то, конечно, заболеваемость, мочекаменная болезнь не возникает. Плюс питание, плюс те же самые врожденные аномалии, которые приводят к нарушению оттока мочи из почек, верхних мочевых путей. Ну, это все является факторами такими... Вообще всех факторов больше 20, можно назвать. Вот, и если уже касаться, так это нарушение обмена веществ, это подагра та же самая, вот, это одностороннее питание. Если человек питается, допустим, только растительно-молочной пищей, вот, то обычно щелачивается моча, обычно много выделяется кальция при этом, если используются молочные продукты, и у человека образуются соли, которые потом превращаются в камни. Возможно ли избавиться от камней без операции? Возможно. Самый первый способ, который не допускать образование камней. Раз. Вот, если уже у вас была мочекаменная болезнь, то проводить своевременную толковую профилактику, и это позволит не образовываться рецидивом камней. Два. Вот, но если уже камень не образовался, то некоторые камни, те же самые уратные камни, которые возникают при нарушениях мочевой кислоты, их можно растворять, используя подчелачивание мочи специальными растворами, специальными таблетками, если хотите, так просто и фруктами. Лимон. Кислая капуста? Нет. Кислая капуста будет давать кислую реакцию среды, камни, наоборот, будут расти. А здесь надо ощелачивать. Вот лимон. Лимон. В свое время еще Боткин рекомендовал выращивать лимоны пациентам, богатым пациентам, конечно. Понятно. В свое время выращивать лимоны для того, чтобы растворять уратные камни. А вот дальше мне интересно, что вы скажете. Сегодня очень модно принимать всякие БАДы, пить витамины. На каждом шагу. Ну, что я вам хочу сказать. Для того, чтобы все это вынести, надо иметь достаточно здоровые почки. То есть, специально нужно быть здоровым, а уже потом оздоравливается. А потом оздоравливается. Во-вторых, БАДы БАДам рознен. Если БАДы содержат, допустим, мочегонные средства, если БАДы содержат средства, которые улучшают микроциркуляцию в почках, если БАДы содержат обезболивающие, спазмолитические средства, это хорошая БАДа, и их можно применять, и они могут иметь значение. Наверное, в этом случае необходимо сначала проконсультироваться с врачом, сдать какие-то анализы, и потом только себе назначать что-то. Естественно. Самое главное. Любое лекарство должно быть назначено доктором и проконсультировано с доктором. Александр Владимирович, есть такое выражение «крутить обруч для осины талии почкам вредить». Это кто сказал? Вот у меня написано, наверное, интернет уже. Это кто сказал? Есть такое? Нет такого. Ой, ну хоть здесь, ладно. Наоборот, ты стимулируешь как-то тут физически. Если вы укрепляете мышцы брюшной прессы, вы укрепляете, так скажем, мышцы боковых поверхностей живота, это профилактика опущения почек тех же самых. Вот поэтому вопросов нет. Если у вас есть опущение почки, то тогда крутить обруч это может быть чревато. Почему? Ну, потому что при движениях у вас может почка опускаться и прогрессировать опущение почек. Ваш топ-3, что нужно делать, чтобы иметь здоровые почки? Топ-3. Никаких вопросов. Первое. Надо быть в целом здоровым и не простуживаться. Желательно. Не простуживаться. Я уже говорил о причинах, которые могут приводить к заболеваниям почек. Не простуживаться. Дальше. При появлении симптомов заболевания почки обследоваться. Если установлен диагноз, какое-то заболевание почек, то, естественно, проводи нормальное лечение. Ни один день, ни полдня почки любят длительное лечение в данной ситуации. Поэтому все должно быть, как вы говорите, топ. Спасибо большое, Александр Владимирович. Но мы напомним нашим зрителям, что сегодня вместе с нами был заведующий кафедрой урологии Белорусского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Стротский. День открытой дверей сегодня проведет столичная служба занятости. Все желающие смогут ознакомиться с вакансиями условиями труда, задать вопросы, получить консультации и пройти предварительное даже собеседование по трудоустройству. Без работы при желании не останется никто. Так что удачного вам дня, чем бы вы сегодня не занимались. А какой эта среда будет по настроению, узнаем из лунного календаря. 27 марта. 17-е лунные сутки. День активного отдыха, внутренней свободы и раскрепощенности. Символ дня – гроздь винограда. А покровительствующий бог – Дионис, он же Вак. Хмель сегодня разлит в воздухе. Потерять над собой контроль очень легко, поэтому следите за своими негативными эмоциями и старайтесь их контролировать. Заплетите волосы. В прическе уместно будет использовать аксессуары ярких, солнечных цветов. Это притянет к вам позитивную энергию и улучшит настроение. Небольшие возмущения в геомагнитном поле. Сила колебаний – 2 балла. Совет дня. Будьте самоучками. Не ждите, когда вас научит жизнь. В Беларуси все большую популярность набирает практика страховать от несчастных случаев и себя, и родные, и всю свою семью. Но ведь четвероногий друг – это тоже член семьи. И ведущий банк страны одним из первых запустил программу комплексного страхования с заботой о питомце. И как раз сейчас, до 17 апреля, да, Катя? Да, действует скидно хорошее. Да, вот это точно кошки и собаки под защитой. Владельцы финансово спокойны. Хотите подробностей, а? Сейчас расскажу. Начни день с финансов, а мы расскажем о последних новинках, продуктах и сервисах для всех категорий клиентов, инновационных решениях и акционных предложениях крупнейшего банка страны. Мы покупаем своим питомцам одежду, делаем им стрижки, используем даже косметику, а вот страховой полис для питомцев все еще называем сравнительно новым продуктом для белорусов. Хотя с Беларусьбанком ваши кошки и собаки будут под защитой. Он один из первых начал предлагать страхование домашних животных. Это и понятно. Болезни, несчастные случаи, стихийные бедствия – наши питомцы так же уязвимы, как и мы. Полис Беларусьбанка покрывает, пожалуй, все возможные неприятности, которые могут случиться с животным. Прежде всего, болезни. То есть посещение ветеринара, операции, лабораторные исследования, в том числе УЗИ и МРТ. Необходимые препараты и даже лечебное питание, назначенное врачом. При этом страховка покроет и транспортировку больного животного до клиники и назад. Думаю, вы уже понимаете, сколько денег этот банковский продукт может вам сэкономить. Но это далеко не все. Застраховать питомца можно от травм, нападения других животных, укусов клеща, а также действий третьих лиц. Страховка покроет ваши расходы и на розыск животного, если его вдруг украдут. Выплаты положены в том случае, если ваш питомец сам причинил вред здоровью или имуществу других людей. Это члены нашей семьи. Каждый хозяин так считает. И сейчас начался уже сезон клещей. Не всегда препараты помогают. Бывают разные случаи. Также может, допустим, на мелкую породу напасть большая собака и получить какие-то травмы. Лечение очень дорогословище, поэтому застраховать животное – это очень хорошая идея. Застраховать в Беларусьбанке всех собак и кошек, неважно, есть у них родословные или нет, породистые они или обычные, можно в возрасте от трех месяцев до 12 лет. Размер страховой суммы на выбор – одна тысяча белорусских рублей или три. В последнем случае до 17 апреля действует скидка 10%. Оцените выгоду сами. Чтобы приобрести полис для питомца, необходимо предоставить какой-то документ. Сертификат о происхождении, паспорт, микрочип. Оформление происходит быстро в любом отделении Беларусьбанка. И действовать полис будет один год во всех странах мира. Так что свободно можете путешествовать вместе. Я думаю, что это очень хорошая идея, потому что домашние животные, они не могут сами о себе позаботиться. Мы должны заботиться о них, а они требуют очень много заботы. Кстати, дорогостоящий и неплохой способ сэкономить для владельцев – это заплатить немножко страховой заранью, а потом лечиться бесплатно. И помните, питомцам свойственно не только болеть, но и попадать в неприятные ситуации. И речь даже не про драку с соседской собакой. А здесь не заметил стеклянную дверь, там робот-пылесос хвост засосал. История знает-то и лабрадора-ретривера, съевшего пчелиное гнездо вместе с его обитателями. И бульдога, проглотившего 15 детских пустышек. И многочисленных котов, которые учатся летать под эскрыш. Хоть мы и верим в их 9 жизней, хорошая страховка лишней не будет. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Позаботьтесь о своих домашних питомцах с Беларусьбанком заранее, чтобы вовремя оказать им квалифицированную помощь и финансово подстраховаться. Начни день с финансов, а мы расскажем о последних новинках, продуктах и сервисах для всех категорий клиентов, инновационных решениях и акционных предложениях крупнейшего банка страны. Это наше утро, как всегда есть. Что стильное решение для этой весны? Ой, тебе, Герман, очень понравится. Бордотка. Это облегающая блузка или майка размером с бюлсгальтер, нечто среднее между боди и коротким топом. Впервые появилась на кинодиве Бриджит Бордо еще в 50-х в одном из фильмов с участием актрисы. И впоследствии этот элемент гардероба приобрел небывалый успех. Ну-ка, ну-ка, продолжай. Интересно, да? Дальше фотографии, да? Бордотка может быть с коротким рукавом, как и футболки, например, с рукавами, спущенными на плечи, на бретелях и без. По длине бывает очень и короткая, и удлиненные, но не ниже линии талии, предполагая открытый пупок. Пупок? Да, да, да. Ну ладно, животик, на животик. На животик, да. Ну, Герман, красота же, да. Ну, вот, слушай, ну вот, когда на такие вот худые ходят, не за что взяться. И на них надевают модельные вещи, говорят, что это красиво. А как же вот эти женщинки такие, ух? Бордотку можно носить с юбкой мини, макси или средней длины, или с брюками. Идеально смотрится с джинсами, пиджаком и туфлями в высоком каблуке. Отличный вариант – бордотка, надетая под рубашку или блузку. Вот, кстати, Герман, это тот случай, когда фигура может быть не очень идеальна, а бордотку хочется. Надеваешь бордотку, сверху рубашечку, все это повязала красиво, модно и стильно. Но вообще мне очень понравится. Пока ты молода, ты еще играешься в эти все игрушки. Тебя ждет сарафан. Однотонный. Какой-нибудь гулька на голове. Почему не цветочек? Да, цветочек. Гулька на голове и кроссовки. Все. Прям грустно стало. Понимаешь? Такая лайф, такая жизнь. Ладно, мы продолжаем нашу программу. В этом году мы отмечаем 80-летний юбилей освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В 1944-м операция «Багратион» силами четырех фронтов нанесла гитлеровцам сокрушительный удар. Одним из фронтов, третьим белорусским, командовал генерал армии Иван Черняховский. О нем новый выпуск нашего проекта «Лица Победы». 22 июня 1941-го застала командира 28-й танковой дивизии Ивана Черняховского в Литве. На него двигались войска Эриха фон Манштейна, которого называли лучшим полководцем Гитлера. Тогда 35-летний полковник Черняховский перешел в контратаку. Военная машина Манштейна отступила. Так, будущий советский генерал вошел в учебники по истории единственным командиром, кто в первые дни войны перешел в наступление. Он встретил войну на Северо-Западном фронте и достаточно успешно участвовал в оборонительных боях. То есть к 1944 году он имел такой достаточно богатый военный опыт. И, кстати, в первые дни начала операции «Багратион» он получил очередное звание генерал армии, что тоже свидетельствует о его, в общем-то, способностях и таких способностях по управлению войсками. С именем полководца связана и оборона Воронежа. В этих боях немецкие генералы делали ставку на Блицкрик. Черняховский поступил так же. И его войска пробили линию фронта на 90 километров. Армия Черняховского нанесла сокрушительный удар немецкой военной машине и в битвах за Курск. Город освободили всего за день. Талант полководца отметили. И с конца апреля 1944-го он возглавил Третий Белорусский фронт. Ну, еще я должен сказать, что при подходе к Минску в районе Березины, Борисова, состоялось несколько танковых крупных сражений войск Третьего Белорусского фронта. Потому что после неудач немцев под Витебском с Украины были переброшены танковые дивизии для усиления группы армий Центр именно в районе Минска, Борисова. И танковые части Третьего Белорусского фронта, прежде всего 5-я гвардейская танковая армия Ротмистрова, столкнулась в таких достаточно сильных боях, крупных боях с этими танковыми подразделениями немецкими. И, в общем-то, не с вами большой урон. 23 июня 1944-го Третий Белорусский перешел в наступление. Гитлеровцев окружили в районе Витебска. И попытки врага вырваться из Витебского котла не увенчались успехом. Армия полководца двинулась к белорусской столице. Она вместе со Вторым Белорусским фронтом взяла немцев в знаменитый Минский котел. В окружении оказалось около 100 тысяч гитлеровцев. Из них большая часть также была уничтожена, часть была взята в плен. И, соответственно, 3 июля 1944-го года войска Третьего Белорусского и Второго Белорусского фронтов освободили город Минск. После этого Черняховский со своими войсками двигался уже в сторону Вильнюса для освобождения литовских территорий. Его называли «Советским Суворовым». Черняховский ни разу не уступил противнику на поле боя и был самым молодым командующим фронтом во время Великой Отечественной войны. Генерал армии погиб при освобождении Польши. Там, где сегодня пытаются переписать историю и сносят памятники советским воинам-освободителям. Черняховский не дожил до получения бриллиантовой звезды маршала Советского Союза всего 5 дней и почти 3 месяца до Великой Победы. Да, от болезней-то никто не застрахован. Но главное – это грамотно помочь себе поскорее, что… Выздороветь, конечно. Этим утром у нас в гостях руководитель службы маркетинга компании «Фармленд». Ольга Метелица, Ольга, доброе утро. Доброе утро. Итак, что представляет из себя «Фармленд» сегодня? Расскажите, Ольга. «Фармленд» сегодня – это фармацевтическая компания, которая производит премиального сегмента лекарственные препараты в Республике Беларусь. Миссией компании «Фармленд» является то, чтобы дать здоровье каждому пациенту в Республике Беларусь. Сегодня «Фармленд» – это совместное предприятие голландско-белорусское. И совместно с голландскими партнерами приносим в Беларусь европейское качество, европейские традиции, которые помогают нам сейчас осуществлять максимально высокий уровень наших препаратов, высокий уровень качества для бренда компании «Фармленд», для всех-всех препаратов. Вы уже даже сейчас сказали, что вы премиальный бренд. Может быть, кого-то это слово немножечко отпугивает с точки зрения того, не сказывается ли это на стоимости препарата? Ни в коем случае. Компания «Фармленд» является клиентоориентированной. То есть цена для наших продуктов доступна для каждого клиента, для каждого покупателя в нашей стране. Насколько широк ваш ассортимент? О, ассортимент компании «Фармленд» очень широкий. На сегодняшний момент в портфеле «Фармленд» более 150 лекарственных препаратов. «Фармленд» производит не только лекарственные препараты, также препараты плазмы крови, препараты, которые являются биологически активными препаратами. И вообще «Фармленд» – это о здоровье. Ольга, а среди вот этого количества препаратов есть ли какой-то универсальный вот прям препарат от всего, который обязательно должен быть в аптечке? Есть такой препарат, который можно было бы назвать препарат от всего. Это универсальный антисептик «Миросепт». Почему от всего, да? Почему это препарат от всего? Вот если у вас заболело горло, то препарат помогает при болях в горле и полости рта. Если появился насморк, препарат помогает при насморке. Если ваши дети очень активные, занимаются спортом, то препарат есть в такой форме, который можно очень удобно использовать для лечения ран, ожогов, ссадин, порезов. Также препарат используется в гинекологической, урологической, косметологической практике. Для этого существует специальная форма препаратов со специальной насадкой для удобного введения. Таким образом, можно сказать, что «Миросепт» — это препарат от всего. Кроме того, это космический антисептик. Хочу сказать о том, что его когда-то производили для космической сферы. И только потом он вошел в бытовую сферу. То есть, скажем, действующее вещество этого препарата. Поэтому сегодня можно сказать, что «Миросепт» — это препарат от всего. Какой любопытный факт. Я поддержу, кстати, знаю, что те, кто пользовался, по крайней мере, от такой легкой простуды, там насморка вообще супер помогает. Сейчас актуальный сезон не только простуд, но и аллергии. Каковы ваши рекомендации? Вы знаете, аллергия лечится по-разному. Но самым главным препаратом или с первым шагом препаратом выбора являются препараты, которые снимают быстро воспаление. Убирают тот агент, который запускается при воспалении. И такие препараты называются антигистаминными. И в линейке препаратов «Формленда» есть такой препарат — «Лоратадин Формленд». Это препарат для лечения аллергии. Он снимает зуд, отек, покраснение. То есть все симптомы являются скорой помощью для лечения аллергии. А продукцию «Формленд» можно найти в любой аптеке? Продукция «Формленд» доступна совершенно любому пациенту, совершенно любому клиенту в любой аптеке Республики Беларусь. Также «Формленд» представлен широко в больницах, в медицинских центрах. В целом «Формленд» — это качество доступно. И наша основная из миссий — сделать препарат доступным для каждого клиента. — Ольга, спасибо большое за информацию, за то, что нашли время к нам заглянуть этим утром. — Спасибо огромное. Спасибо и вам. Было очень приятно поделиться с вами о том, что такое «Формленд» сегодня. «Формленд» — это работает. — Отлично. Ну а я напомню нашим зрителям, что сегодня утром у нас в гостях была руководитель службы маркетинга компании «Формленд» Ольга Метелица. Совсем скоро в Азербайджане пройдут «Дни культуры Беларуси». Там наша страна будет широко представлена от концертов до выставок. Подробнее о программе расскажет генеральный директор Белорусской государственной филармонии Александр Никита. Доброе утро. — Доброе утро. 31 марта мы вылетаем в Республику Азербайджан творческим культурным десантом. Представим роскошнейшую программу, которая охарактеризует нашу страну, подчеркивая наши дружеские и братские связи, лучшие коллективы нашей страны, Большой театр Республики Беларусь, Белорусская государственная филармония, Белорусский государственный академический ансамбль танца, эстрадные солисты представят роскошную программу, в которой будет отражена практически вся наша страна под ключ. Будущее нашей страны. И, конечно же, мы большое внимание уделим подписанию меморандумов и конкретики, в которой мы дальше планируем двигаться, заключим договоры. В Национальном художественном музее Азербайджана будут представлены работы, посвященные и 80-летию освобождения Беларуси. В рамках Дней кино будут показаны лучшие картины, которые производятся в наше время, в нашей стране. Ну и, конечно же, мы надеемся, что многие контракты будут реализованы в самое ближайшее время. Ну, прям пора брать отпуск и лететь в Азербайджан. Я тоже хочу туда. О, так, когда мы там с тобой не работаем? Да, да, да. Посмотрим график, продолжаем. Посмотрим, да. В фестивале, праздничной постановке и показе лучших спектаклей. Поздравления и комплименты работникам художественных коллективов сегодня по всей планете. Всемирный день театра, друзья. И мы поздравляем, конечно, всех служителей мельпомены и предлагаем экскурс в историю одного из видов театрального искусства, когда-то популярного в Беларуси. Есть интересные факты про нашу батлейку. Духовными отцами батлейки были монахи. Они увидели в кукольном театре один из самых простых и доступных способов знакомства людей с религией. Именно на библейские темы ставились первые батлейчные спектакли. Каждое место батлейчного ящика имело свой, особый символизм. С левой стороны верхнего яруса обычно находился рай, а с правой стороны нижнего яруса – ад. Спустя век спектакли стали не только религиозными, но и народными. В бытовых сюжетах батлейки люди узнавали себя, родных и соседей, а еще злых панов, докторов-шарлатанов или хитрых торговцев. Батлейка стала своеобразным телевизором, где можно было услышать все местные новости. В Беларуси было более пяти разновидностей народного театра кукол. От витебского жлоба и загадочного театра теней с бумажными фигурками до батлейок звезд и настоящего хита зрителей – двухъярусной могилевской батлейки. Подвижные и статичные марионетки и петрушки и даже механические персонажи. В белорусской батлейке было несколько видов кукол и более 40 различных ролей. Но больше всего прижились ляльки на твердом стержне. Среди персонажей была своя градация. Если кукла выше 30 сантиметров – это знак отрицательного героя. Обычно большими батлейщики делали сатану и смерть. Белорусская батлейка конца 19-го – начала 20-го веков имела семейные традиции. В постановках принимал участие небольшой музыкальный ансамбль, который зачастую состоял из членов семьи батлейчников. Использовались обычно скрипка, цимбалы, дудка, бубен и гармонь. Отличная возможность с детства раскрыть спортивный талант. В физкультурно-спортивном центре детей и молодежи заводского района Минска открыли обновленный зал бокса. И, возможно, именно здесь сегодня занимаются уже будущие чемпионы. Даже если и нет, выпустить пар школьникам лучше в зале, чем на улице. Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи заводского района начал свою работу еще в 1992 году. Тогда имел название детско-юношеский клуб физической подготовки номер 20 и располагался на базе вечерней пятой школы Минска. А в 2021 году по инициативе главы заводского района Сергея Масляка здесь начались кардинальные преобразования. На базе нашего ФСЦ создана, прошла реконструкция спортивного стадиона, то есть беговые дорожки, волейбольная площадка, баскетбольная площадка. Прошла реконструкция зала игровых видов спорта. И последнее наше достижение – это наш просторный современный зал бокса. В зале бокса, на секторе бокса у нас занимается 4 тренера и занимается порядка 120 человек. В зале общей площадью 245 квадратных метров в прошлом году был проведен капитальный ремонт. В центре установили большой стандартный ринг, в помещении новые тренажеры, разнообразный боксерский инвентарь, зеркала для тренировок с тенью. С юными боксерами работают 4 наставника, в том числе и знаменитая династия Корнеевых. На сегодняшний день уже телефон обрывается, родители набирают. И что очень приятно, не только мальчики, но и девочки. Родители набирают, и девчонки хотят, желают заниматься боксом. Есть утренняя группа, и есть уже вечерняя. Естественно, мертвое время – это мертвое время. А так, утренняя группа уже последние, когда детки заканчивают школу. Все делаем для детей, чтобы им было хорошо, и чтобы страна была здоровая. Не на улице пускай находятся, а в спортзале. Также есть место для ожидания, предусмотренные раздевалки для мальчиков и девочек, кабинет педагогов, душевые, санузлы и инвентарная комната. Все для удобства молодежи, которые тянутся к спорту. Я с детства мечтала заниматься боксом, и вот в этом году я пришла на бокс, узнала, что у нас есть зал на районе, записалась, и вот сейчас занимаюсь вот в этом зале. Я теперь без тренировок, без бокса, ну, не вижу дней своих каких-то, не могу без этого. Боксом занимаюсь уже почти три года. Зал, зал вообще безумно клевый. До этого тренировались чуть в зале похуже, вот. Но здесь все для более опыта, как бы для хороших результатов, много снарядов. С 2021 года физкультурно-спортивный центр детей и молодежи заводского района разместился по адресу улица Краснослободская, 84. В центре проводятся занятия по 20 видам спорта. Действует 115 объединений по интересам, которые посещают почти полторы тысячи ребят. Наиболее востребованные направления – футбол, баскетбол, гонбол и волейбол, а также биатлоны, лыжные гонки, бокс. Мы здесь работаем на результат. Все дети участвуют в соревнованиях. Вот сейчас у нас будет республика, 2008-2007 год рождения. Вот у нас четыре человека из зала есть. Есть призеры республики, победители республики. Два человека у нас находятся в сборной республики Беларусь по боксу. Ну, вообще, один взрослый девочка и парень тоже, 7-8 год. Вот, недавно были соревнования, он признан лучшим спортсменом в России на турнире. Вот, такой парень-накаутер. В ближайшей перспективе после завершения капитального ремонта центра планируется расширение сети объединений, создание общего зала по карате и тейквондо, а также открытие новых направлений, в их числе туристическое многоборье и дартс. Также возможно создание платных групп по йоге и женской самообороне. Получит дальнейшее развитие и лыжная база. Ну, а сейчас в эфире проект 112, в котором мы знакомим телезрителей с работой Министерства по чрезвычайным ситуациям и его сотрудниками. А вот сегодня даже с четвероногими о собаках на службе МЧС наш новый материал. Вот это снимаем, да? С виду это обычная веселая собака, жизнь которой полна собачьих радостей и лакомств. На деле же это настоящая ящейка. На счету Дины десятки найденных людей. На службу в МЧС собаки поступают с щенками. К работе в реальных условиях готовятся около года. Тренировки почти каждый день. Отрабатывают элементы ловкости на полосе препятствий, выезжают в леса и на учебные завалы, учатся беспрекословно выполнять команды кинолога. За каждое хорошо выполненное задание полагается награда. Есть как бы два вида поощрения. Есть собаки, которые любят покушать через разные вкусняшки. Либо портировка. Это мячики, палки, канаты, там все прочее, чтобы собаку как бы возбудить, чтобы у нее был стимул искать. Спасатели признаются, собаки незаменимы в грибной и ягодный сезон. При поиске людей в лесных массивах им нет равных. В лесах, особенно если человек лежит с подветренной стороны, собака может и за 200 метров учить запах человека. При том, что собака, она умеет выбирать запахи, она знает, что те, кто идут в поиск, производят люди, она отличает запах от человека постороннего. Нюх собаки острее человеческого в 40 раз. Именно это и помогает ей искать людей, например, под завалами. Сегодня мы решили провести эксперимент и посмотреть, за сколько собак-одина найдет здесь человека. Запускаем таймер. Всего 30 секунд понадобилось денег, чтобы найти здесь человека. Сделаем скидку на то, что место знакомое, но собаки отлично ориентируются и на незнакомой местности. Помимо своих служебных задач, собаки МЧС выполняют еще одну важную функцию. У нас есть такие задачи, как доготерапия. Мы посещаем, у нас есть подшифтный организации, дома-интернаты, посещаем различные учебные заведения. И как никто лучше подходит для этого лабрадор, потому что он считается самой неагрессивной, самой семейной собачкой подходит лучше всего. У нас первое правило при отборе собак, собаки должны быть неагрессивны. В профессии кинолог случайных людей нет. Все работники проходят срочную службу в специальных подразделениях или же обучаются на кинологических курсах. У нас практически все кинологи имеют ветеринарное образование, которое очень немаловажно в нашей службе, потому что мы сами где-то должны примять, где-то собачку полечить, где-то какие-то прививки поставить, уколчик и так далее обработать. Сделать первую необходимую помощь для наших служебных собак. Собаки рядом с сотрудниками МЧС шагают уже 21 год. Именно столько в ведомстве работает кинологическая служба. И этот прочный тандем давно доказал – вместе надежнее. Так, отвлечемся от основной темы программы и поговорим о здоровье в другом контексте. Зависимость – это страшно. Особенно, если это происходит на глазах маленьких детей. Да, и чтобы таких случаев стало меньше, сотрудники милиции регулярно устраивают рейды. На одном из таких побывали и наши корреспонденты. Проблема незаконного оборота и употребления наркотиков не теряет своей актуальности. На вопрос, а стоило ли оно того, обычно отвечают только тогда, когда теряют все. Особенно семью и детей. Задача милиции – попытаться вытащить как можно больше людей из бездонной пропасти. А в идеале – вообще предотвратить беду. Сейчас проходит комплекс профилактических мероприятий. Здравствуйте, участковый инспектор ИДН Кухон. Моя фамилия откройте, пожалуйста, справедливо. Самая главная задача – это обеспечить контроль за лицами, которые употребляют наркотические вещества без специалиста врача. Ну и также употребление несовершеннолетними. Задача инспекции по делам несовершеннолетних – это посетить ребят, в отношении которых проводятся работы индивидуальные по месту жительства. А также лиц, которые наблюдаются на диспансерном учете, профилактическом учете, где проживают несовершеннолетние – родители или родственники, которых употребляют наркотические вещества. Также осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на выявление лиц, распространяющих наркотические средства. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия в местах вероятного оборудования тайников-закладок и иные меры, направленные на снижение предложения и спроса на наркотики на территории Республики Беларусь. На путь правильный наставляют, но и проверять не забывают. Контролируют и искренне радуются за успехи тех, кого когда-то удалось спасти. Дурная кампания, посиделки и праздный образ жизни затягивают многих в грязное болото. Но становиться можно и нужно. Главное – почувствовать почву под ногами. Для начала почувствовать женщины, что у тебя есть дети. Надо подумать о том, завязать полностью с алкоголем, с дурной кампанией, которая тебя к этому, как говорится, склоняет, потому что сама это прошла. Подумать о том, что у тебя есть дети. Дети – это все-таки святое, так как у меня еще и старшая дочь, она находится на попечении моей мамы. К теме инспекторы относятся весьма сурово, иначе никак. Профилактическую работу проводят и в учреждениях образования. Ведь здоровая во всех смыслах молодежь – это будущее нашей страны. Продолжаем знакомство с белорусским кинематографом. На очереди картина Михаила Пташука «Знак беды». Премьера фильма состоялась весной 1987 года, хотя съемки завершились гораздо раньше. В чем причина отсрочки, скажем так, и что происходило в процессе создания известной картины? Ответы в нашем материале. На киностудии «Беларусь. Фильм» режиссер Михаил Пташук снял картину по повести Василя Быкова «Знак беды». Трагическую судьбу двух пожилых хуторян – Степанида и Петрака – на экране воссоздали блестящие актеры. И если с Геннадием Гарбуком вопросов не было, точное попадание в роль Петрака, то Степаниду искали долго. Выбор пал на московскую актрису Нину Русланову. К тому моменту она снялась в легендарных фильмах «Мой друг Иван Лапшин» и «Зимняя вишня». Очень тяжелые были съемки. Почему? Вот если вы заметите, то есть там же по временному отрезку – это где-то октябрь, начало ноября. А снималось это уже октябрь-ноябрь закончился. Это, ну, не современные сериалы, когда там у тебя пять дней на серию, и погода как была, та и осталась, да? А там уже снег. И каждое утро приезжала зимой пожарная машина, смывала снег. Вот если вы посмотрите на общие планы, на многих общих планах вдали снежный покров. Просто лежит, вот в поле лежит снег. По сюжету хутор близ села Выселки, где живут Степанида и ее муж Петрок, заняли гитлеровцы. Фашисты ведут себя как хозяева, уничтожают семью. Не выдержав издевательств, Петрок идет на открытый конфликт и погибает. Раздобыв бомбу, Степанида намерена мстить, но о снаряде узнают полицаи. Они богатка! Выходите сами! Не бойтесь! Покажите, пожалуйста, где бомба, слышите? В картине очень натуралистичная натура подобрана. Показан такой одинокий дом, где живут два человека, которые непосильно трудятся до войны. И все это настолько правдиво, что трудно не отметить Дементьева и Логина в этом. Это их, как оператора и художника, огромная заслуга – показать натуралистичность. В это начинаешь верить. Снимали картину в родных для Пташука местах. Для этого Беларусь фильм выкупил хутор под барановичами. Здесь практически не пришлось возводить новые декорации, за исключением одного сарая. Сцены снимали с максимальной достоверностью. Так что во время эпизода с пожаром едва не случилась трагедия. Когда огонь разгорелся, ветер подул в сторону оператора на подъемнике. Самое интересное было, ну, по закону подлости, Логина пять раз проверила, камера работает. Это ее основная камера была. Камера работает, не работает. Когда хутор пролили соляркой, проложили пакли, подожгли, основная камера не заработала. Там сгорел предохранитель. Ну, слава богу, там хороший механик был, который догадался. Вместо предохранителя воткнул отвертку, и камера заработала. Вот. Ну, я снимал с Дмитрием Евгеньевичем Зайцевым на уровне, по-моему, 11 или 14 этажа. Со скайлифта снимали, там эти две люльки. Ну, я могу сказать, что температура была такая, что у меня передняя линза в объективе лопнула на съемках. Пташук говорил, что артисты растут на больших ролях, а режиссеры – на большой литературе. Знак беды стал одним из главных фильмов в его творчестве. И, несмотря на неоднозначную оценку экспертов, зрительская любовь оказалась сильнее критики. Картину посмотрели миллионы людей по всему миру. Алексей Шаплов, Наталья Громыко, Денис Пугачев. Наше утро. Так, тема здоровья почек у нас сегодня. По сути, это фильтры, если простым языком объяснять, которые очищают организм от токсичных веществ. И чтобы не перегружать их, в смысле почки, важно следить за тем, что мы едим и что пьем. И заболевание почек приводит к снижению аппетита, как раз-таки жажде, отечности ног и гипертонии. В организме накапливаются продукты обмена, нарушается метаболизм. И решить проблему можно только с помощью диеты. Лечебное питание предполагает исключение продуктов, которые содержат много фосфора и калия. К ним относятся, как правило, творог, сухофрукты, бананы и орехи. Негативно также влияют на почки эфирные масла, поэтому нужно исключить бульоны, бобы, острый перец и пряности. Если при диагностике обнаружены оксалаты, то категорически запрещены щавель, салат, шпинат и другая листовая зелень. При наличии почечных патологий важны и разгрузочные дни. Принцип прост – один день, один тип продуктов. Правильный рацион поможет подобрать, конечно же, врач. День нефрологии Настива дата под лежачий камень не течет, как известно. Надеваем шапочки, потом что, теплые штаны, куртку. Никаких голых спин, точно. Вот, о правильном и сбалансированном питании тоже поговорим уже завтра. А на сегодня все. Герман Титов, Катерина Лисеевич. Всем пока-пока, отличного дня. Конечно же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин